Но как тренировать мышление? Вот вопрос, сиди, решай задачу. А как? В чем фишка? И вот на помощь здесь, собственно говоря, приходит нейрофизиология мышления. Нейрофизиология факт-карт как инструмента мышления. Что же это за нейрофизиология? На самом деле наше мышление, вообще, если вы возьмете весь мозг, то он устроен, у него есть общий принцип организации. Есть единичные нейроны, которые выполняют очень ограниченную функцию сами по себе, каждый нейрон. Но эти нейроны не живут по отдельности. Они собраны в специфические кластеры, которые получили название в нейробиологии «картикальные колонки». Эти картикальные колонки представляют собой агрегацию нейронов, которые совместно способны детектить какую-то информацию, на которую они надрессированы, и участвовать в промо информации, на которой они натренированы. То есть они и идентифицируют, если соответствующий сигнал возник, и они могут сообщать, что они знают про такой сигнал, в принципе, про такое существование. И это работает на уровне самым маленьком, буквально миллимикронов коры головного мозга. Они там стоят такими столбиками, эти картикальные колонки. Дальше они сами образуются в кластеры, называются макроколонки или гиперколонки. Там их уже сотни тысяч нейронов в таких гиперколонках. И они еще образуют дополнительные сети. То есть они еще с другими картикальными колонками организованы в такие модули. И каждая вот такая сущность может переключаться с разными сущностями и создавать разные комбинации. То есть по большому счету это такая, если представить, что это куча лампочек, которые способны зажигаться в определенной последовательности, которые способны образовывать некие очертания. И вы вдруг видите там звезду из лампочек, вдруг видите там пламя, вдруг видите там, я не знаю, чашку. И они способны зажигаться, создавая соответствующие конструкции. Значит, вот это все в методологии мышления определяется как интеллектуальные объекты. То есть есть много маленьких интеллектуальных объектов, которые как бы формируются в определенные такие сообщества, которые приобретают новый смысл. Звезда, чашка, пламя и так далее. И вот весь мозг работает по такой конструкции. То есть вот вы видите сейчас мое лицо, но вы же не смотрите там на уши мне, на брови, на нос. Вы видите лицо. Лицо – отдельный объект. Есть отдельный объект – глаз. Есть отдельный объект – нос. У меня, может, не самый подходящий для рассмотрения, но вот он есть. И я же составлен из элементов, я куча интеллектуальных объектов, каждый из которых вы можете рассмотреть отдельно. А потом вы их сложите все вместе, и после этого они у вас образуют единый образ. Значит, и вот мышление – это создание объектов посложнее моего лица и с конфигурацией различных объектов интеллектуальных поменьше. Ребенок, который учится рисовать лица, он точно так же, вот он учится рисовать сначала вот эти вот кружочек, овал лица, понимаете, потом там это, забывает нос все время, глазки нарисует, улыбку нарисует, уши может забыть нарисовать. Почему? Потому что такой интеллектуальный объект, он еще не докрутился, чтобы обязательно в эту общность вставляться. Значит, вот, чтобы было понятно, весь этот общий принцип мозга – создание сложных образов из простых. Значит, когда вы возьмете любую свою жизненную ситуацию, вы ее видите таким большим образом. Ну, то есть, что у тебя за проблема? Ну, у меня проблема, значит, не знаю, что делать по жизни. Значит, ну, вот это лицо, а то и вообще силуэт там где-то вдали. И наша задача состоит в том, что делает мозг. Он же вот собирает эти кучу всяких разных изображений из разных своих картикальных колонок для того, чтобы собрать вот эти образы. И, значит, дальше он уже имеет дело с образом. И этот образ как бы дан, и ты с этим ничего не поделаешь. И мы вот ходим с этой своей проблемой и думаем уже то, что он на бессознательном уровне собрал вот в эту конфигурацию. А правильная ли эта конфигурация? Правильный ли это вопрос? И вообще понимаем ли мы в этот момент, что мы на самом деле, какую мы задачу решаем? Из чего эта задача сложилась? Как это, что и что представляет собой этот силуэт на самом деле? Этого мы не знаем, потому что сознание получает уже вот эту звезду, вот эту чашку, вот это пламя там и так далее, а не элементы, из которых они состоят. И вот, но перебирает-то мозг элементы. И вот наша задача – научить его правильно перебирать элементы для того, чтобы к сознанию предъявлялись разные образы, разные способы решения задачи, разные варианты, развилки, да, для того, чтобы… И тут начинается мышление, потому что как только начинается… Ты видишь, что это много разных вопросов, а не один вопрос. У тебя сразу там как бы… Вы начинаете обертывать внимание внутрь самих себя и какие-то пытаться новые собрать лампочки, которые пока в этой конфигурации не сделают. Новые картикальные коронки, новые образы. Вот. И что такое технология факт-карт, которую я долго разрабатывал, которую мы целотехнологически выстроили, как бы последовательность шагов, которые нужно для того, чтобы эту технологию освоить? Это вот как раз такая конструкция, которая позволяет заставить наш вот этот узкий луч сознания достучаться в разные области дефолт-системы мозга, если уже говорить, все называть своими именами, чтобы набрать такое количество лампочек, из которых можно сделать не только звезду, пламя и чашку, но и, понимаете, какой-нибудь торшер собрать, понимаете, из этого. Вот. Значит, и, соответственно, наша задача, когда мы составляем факт-карту, состоит в том, что мы сначала размещаем по центру нашей факт-карты вот изначальный вопрос, вот тот образ, который мозг уже наварил и вывалил нам как проблему. Вот. И после этого мы начинаем, как бы, подозревать, ну, раз эта проблема возникла, она возникла там из каких-то штучек. Вот. Что-то происходило. Да. Вот какие-то случались вещи, какие-то возникли образы, какие-то возникли идеи, какие-то возникли чувства, какие-то были опыты там и так далее. И вы начинаете последовательно пунктировать, как бы, в свою собственную дефолт-систему, имеющиеся в ней какие-то элементики, для того, чтобы подергать оттуда и понять, вот, что там, какие лампочки использовались для формирования вот этого образа, чтобы загорелся именно такой образ в вашем сознании. И у вас получается, что вы, выдергивая, понимаете, что выдергиваются еще какие-то лампочки, то есть еще какие-то кортикальные колонки, еще какие-то системы образов. Они появляются перед вами зрительно, потому что вы выносите это на факт-карту. Как только вы появляете это зрительно и вы выносите это дело на факт-карту, у вас возникает возможность установления новых отношений между кортикальными колонками. Не кортикальными, а вот, ну, как бы, интеллектуальными объектами, обусловленными какими-то, значит, сетями нейронными, которые вы сейчас побудили своим этим сознанием туда его, тыкая в дефолт-систему, и вынесли на бумагу. Вот, тут есть много тоже принципов, которые надо, как бы, освоить. Они станут вполне естественными, да. Например, самое сложное – это развернуть какой-то отдельный интеллектуальный объект. То есть, условно говоря, вот вы принимаете решение о том, чем вам заниматься, вот, и у вас возникает там в элементах, например, мама, которая в свое время говорила вам, что вы вот на то способны, а на это не способны. Вот вы так это кладете и смотрите на это. Это лежит таким тяжелым оковалком, значит, на вашей факт-карте, и вы в ужасе. И вот здесь нужны специальные технологии для того, чтобы попытаться правильно развернуть это дело. То есть, мама же тоже интеллектуальный объект. Мысль, которую она, там, или месседж, который она вам направила, тоже интеллектуальный объект. Каким образом мама породила именно этот интеллектуальный объект? Кто такая мама, да? А у мамы, например, такой опыт профессиональный, такие жизненные ситуации случались, которые именно эту мысль делают для нее абсолютно оправданной. Значит, а теперь вы можете посмотреть, а у вас-то такие опыты, у вас-то такие ситуации. Вы вообще в одной, как бы, системе координат сравниваете маминую инструкцию и собственный мотив, собственное желание, собственные идеи. Вот это возникает вопрос, когда вы сможете, вот опять же, из этого интеллектуального объекта посложнее разобрать его на элементы, адекватные вашему вопросу. Потому что вы можете взять факт-карту и начать делать факт-карту мамы. И эта факт-карта будет иметь ни конца, ни края, ни предела, ничего, да? Нужно же это собрать так, чтобы она обязательно отвечала тем, тому, как бы, стрему, да, как мы называем в методологии, тому содержательному континиуму, в рамках которой мы на данный момент рассматриваем маму. Мы же ее не рассматриваем, там, как в этот момент, как прекрасного домохозяйку или, там, я не знаю, как человека с бронхиальной астмой. Нет, мы ее рассматриваем именно в позиции того, каково было ее действие и чем оно может быть продиктовано в рамках вот моего ощущения, что я теперь не знаю, как собой быть и куда себя девать и как себя пристроить, да, и мучаюсь проблемой самоопределения. И таким образом разворачивая вот эту всю фактологию вокруг изначальной сборки, вот сборки интеллектуального объекта, вопроса, да, проблемы, которые вот мы разворачиваем, из чего она складывается, сами из чего складывается, из того, из чего она складывается, и мы получаем огромное количество фактов, которые мы теперь можем совместить друг с другом буквально, как бы понудив дефолт-систему, их собрать таким образом. То есть вы актуализировали соответствующие нейронные сети, которые до сих пор не были связаны вот в этот торшер. Но за счет того, что вы вынесли эти элементы на эту факт-карту, у вас есть прекрасная возможность прочертить там торшер. И когда вы будете это прочертивать, у вас будет критерий. И если это начинает складываться в торшер, а может быть это складывается в образ носорога, я не знаю, во что он там будет складываться, вы почувствуете, что у вас есть инсайт. Почему? Потому что если эти связи действительно вы на бумаге увидели и посчитали правильными, то в этот момент у вас соответствующие нейронные сети должны пожениться. И если они поженятся, то есть есть возможность этого совместить, эти интеллектуальные объекты так, то у вас, вы увидите носорога, увидите торшер. Если нет, значит у вас недостаточно фактов. Значит вы недостаточно разложили какие-то элементы на части. Возможно вам не хватает какой-то превходящей информации. Вы должны что-то изучить, поговорить с той же мамой, например. Или там условно говоря, если вы мучились вопросом опять же самоопределения и воспользовались при этом какой-нибудь информацией про какие есть варианты, то вполне может оказаться, что вы про себя, разбирая факт-карту, это же ваше самоопределение. Соответственно, кто такой я? Что мне интересно? Значит, что я делал, от чего получал удовольствие? Естественные вопросы, которые мы должны задать, если мы на карте, факт-карте, которая посвящена самоопределению, мы видим слово «сама» и «определение». Ну правильно, надо же сначала из себя понять, что имелось в виду, так сказать, что вы переживали, какие опыты у вас были, с чем вы справились, с чем вы не справились. Что вас всегда влекло, но вы не решались. Вполне возможно, что у вас есть вообще какая-то идея, которая вас греет, но на которую вы никогда не решались. Но вы не сможете собрать факт-карту, если вы не совершите какой-то исследовательской деятельности для того, чтобы почувствовать себя в рамках вот этих, вот этой возможности. Ну, допустим, вы хотите в цирке акробатом. Я сейчас... Мечта никогда не достигалась. Ну вот. И вы не соберете факт-карту, потому что у вас недостаточно фактов, потому что вы до цирка не дошли ни разу. Вот. Но если вы пойдете поволонтерить, там, за животными поухаживать и параллельно посмотрите, то вы получите дополнительные факты, ну, как бы, работать вам в цирке или нет. Что вы реально почувствуете, когда это сделаете, да? То есть зачастую факт-карта толкает нас к переживанию неких опытов, которые нам необходимы для того, чтобы получить реальные факты о себе в рамках этих опытов. Не потому, что мне сказали, что это интересно. Вот. Как интересно в продажах. Мне всегда очень нравилось. Прекрасно. Ну, давайте пойдите просто, ну, вместе поассистируйте кому-то в продажах. Посмотрите 3 секунды, понимаете, на это. Получите собственный опыт. Потом его добавьте на факт-карту. Потому что вполне возможно, что все придется пересобрать.